Экологическая катастрофа на юге Одесской области. Стремительно мелеют озера, расположенные внизу в Едуная. В результате страдает местное население. Например, в Болграде из кранов уже течет вода коричневого цвета. Как все это взаимосвязано, выясняли наши корреспонденты. 150 квадратных километров. Ялпук – самое большое озеро в Украине. А еще Котлобух, Картал – все они наполняются водой из Дуная. Но сейчас подводящие каналы настолько засорились, что водообмен почти не происходит. Особенно страдает Ялпук, который обеспечивает водой жителей Болграда. Озеро последние годы стало заиливаться, заросло камышом, зарастает водорослями. В результате заболачиваемости этой поднимается уровень ила в озере. С количеством ила очистные сооружения порой не справляются. И грязь попадает прямиком к потребителям по трубам. Пенсионерка Эльвина Макаренко показывает. В левой банке вода из-под крана, в правой – бутылированная. А периодически после дождей вода бывает и желтого, и коричневого цвета. Ее не то что пить, даже стирать одежду невозможно. Ситуацию изучили депутаты оппозиционного блока. Они говорят, в первую очередь нужно расчистить протоки, питающие озера Дунайской водой, и отремонтировать шлюзы. Сейчас четыре канала заболочены, а кое-где просто завалены камнями. Если русла были бы чистые, то по этому объему русел пошла бы вода сюда, и мы бы отодвинули эту катастрофу. Пока же местные власти борются с проблемой как могут. В Болграде, например, с помощью плота коммунальники соорудили самодельный земснаряд и выкачивают ил в том месте, где происходит водозабор. Внутри, под водой, находится насос, который выкачивает ил, но все равно эта проблема не решится. Здесь должна быть поддержка государства однозначно. Оппозиционеры обратились за помощью в облсовет. Написали письма в Министерство экологии, но ответ так и не получили. К нам обратились более 1243 людей. Они поставили свои подписи, прислали нам письмо. Они доведены до крайности, они готовы разобрать эту плотину вручную. Реально разобрать, дабы сделать это озеро живым. Подробности будут следить за развитием ситуации. Последует ли реакция чиновников на проблему. Пока же, только по официальным данным, уровень содержания различных солей и органики в Ялпуге превысил норму в два раза. А водой из него каждый день вынуждены пользоваться десятки тысяч человек. Лина Зеленская, Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область.